По интернету я зимой смотрела, как сажать картошку в ленивый огород, это для нас, для стареньких, бессильных. Садить под солдат, вот ту картошку, которую посадили глубоко в земле, там что-то. И вот, и я посадила под солому небольшую грядку, как эксперимент, и получила, а сажала я уже в конце июля, все ее, в конце июля. И вот посмотрите, картошка, картошка, вот так, что, в которой все ломали, вся крупная, на меня-то что-то, на ветер. Вся крупная картошка, так хорошо, молочевка, вот там, в земле, которая была, мелочь, и глубоко, пока это там окучили, там пололи, все, столько трудов. А где-то никакой трудов, под соломой, это достаточно там ей тепла, достаточно влаги, все хорошо, вот как они говорят, так и получилось. Вот эксперимент, пожалуйста. Вся картошка у меня вся под соломой, вон какая крупненькая, крупная, красная вот, все. И крупная, и чистенькая. Это я грязными перчатками ее выпачкала, а так она чистенькая вся. Хорошая моя картошечка. Теперь на следующий год, живы здоровы, если Господь продлит мне жизнь, даст здоровье, я обязательно все засажу, картошку, только под солому. А какой слой соломы-то надо? Ну, сначала верхний вот так канавочку пройти, и картошечку положить, так, сантиметров на 30-40 друг от друга. Потом чуть-чуть сверху присыпать, чуть-чуть, и соломы вот сантиметров 30 положить. Вот так вот. У меня было меньше, но она оседает. А потом травки, вот я полю, какие грядки, что трава эта, и все снова туда, на эту грядку. И не полоть, не окучивать не надо, а вот собираешь, в конце июля посадила, и вот успела, как она у меня вырасти. Это у меня сегодня, в этом году двойной огород. То есть собрала я сверху, собрала там еще что-то у меня было посажено. И на это место я посадила картошку. В конце июля все хорошо, и картошка вон какая-то. А там посадили в начале июня, что, глубоко в земле, окучили такие окучи, туда ни влага не проникает, ни тепло не проникает. Она сухая и холодная. И мелочевка получилась, и колорадский жук еще съел ее. А эту не съел у меня. Вот где чеснок особенно, грядка, где чеснок был, там посмотри, какая бушует. А в конце июля, вот я сейчас тоже буду ее сейчас копать, в конце июля посадила. Вот она грядочка. То есть где чеснок был, там колорадский жук не трогает, да? Вот чеснок здесь у меня был. Я чеснок выкопала, посадила сюда картошку в конце июля, и колорадского жука нет. Но там начинался где-то чуть-чуть, я солой посыпала. И колорадского жука нет. А там у меня всю картошку съел, съел колорадский жук. И вот это, вот июльская, вот это тоже июльская, вот грядка. Вот начну копать. Вон она тоже хорошая. Тоже хорошая и чистенькая. Тоже начну сейчас копать. Вот она уже отходит. Тоже здесь был чеснок и нет колорадского жука. Так что те места, где колорадский жук, где картошки, надо садить чеснок под зимой. А вот еще маленькая грядка, тоже под соломой. Вот под соломой зимой. Но эту я уже в августе садила. В августе, поэтому она еще не поспела. А эту же я поспела, так что уже. Сегодня прямо маленечко стало и дождь, и холодно, и ветер. Да, ветер холодно. Я сейчас не шлафа, а я не очень смогу копать. Вот здесь тоже начну. Она еще мелкая тут. Она еще мелкая, нет. Она уже вот, видишь, вот, пожалуйста. Это июльская. В конце июля садила. Жука этот, червячок ест. Ну, это, гвоздь или тонда называется. Да, да. Проволочников. Проволочников. Полно проволочников. Надо тоже сажать. Овес, ячмень. Я хочу овес, ячмень досадить. Они рекомендуются правильно все. У меня эксперимент дался. Я хочу овес, ячмень досадить. Все, ладно, слава Богу. Слава Богу за все. Слава Богу за все. Слава Богу за все. Продолжение следует...